Основная тема совещания – готовность к курортному сезону. Работы еще немало. В Лао, Дагомысе и Центральном районе до сих пор идет благоустройство набережных. На завершение всех работ мэр отвел неделю. Под особым контролем у администрации города – Приморская набережная. Так, к примеру, арендатор одной из бун на муниципальном пляже Мариса Тореза решил проигнорировать предписание администрации Сочи, демонтировать кафе и оборудовать на его месте аэрарий. Градоначальник подчеркнул – закон должны соблюдать все без исключения. Для всех равные условия. Все они, естественно, непростые люди. Все, кто настроился на наших, море закрыл, они непростые люди. В том числе и пляж Маяк, вы знаете. Нам все равно, мы должны ко всем относиться одинаково. С одной стороны мы там волнариес освободили, каравелло, другой застроился. А как он называется, этот объект пляжный? Пирс. Вот этот пирс нужно сносить. Поставлена задача – в течение недели кафе снести, а на его месте установить шезлонги и зонты. Обсуждали подготовку города к всемирным хоровым играм. Сотрудникам мэрии поручено проверить все объекты показа и подъездные пути к ним. Там, где необходимо провести ремонт дорог. В свою очередь, сотрудников ГИБДД и казаков глава города призвал уделить особое внимание к контролю ситуации на магистралях курорта. Пробки, которые прошлым летом были в Адлерском и Лазаревском районах, должны быть минимизированы. Надо ставить казаков, надо ставить ДНД, и при том это делать нужно с 10 часов и до 22 часов, чтобы они, по сути дела, формировали потоки пешеходов. Задача нашего ДНД, казачества – это формировать, дать возможность проехать транспорту и сдерживать пешеходов. Но полк ДПС и ГАИ должны быть здесь главными. Говорили на совещании и еще об одной проблеме. Сочинцы и туристы жалуются, что на курорте курят в общественных местах – на остановках, пляжах, прогулочных зонах. Глава города потребовал усилить в Сочи антитабачную пропаганду, а также создать специальные места для курения. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». «ФКТ» Субтитры подогнал «Симон»